В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам. Муравленко не остается в стороне. В городе состоялась конференция охрана труда и трудовые отношения. Наводнение, землетрясение и техногенная авария – их призвание спасать людей. 30 апреля – профессиональный праздник, отмечают сотрудники пожарной охраны России. В Муравленко принято решение об отмене праздничного шествия трудящихся 1 мая. В среду в городе ожидается ухудшение погодных условий. С начала этого года по программам Фонда жилищного строительства Ямал-Ненецкого автономного округа введено в эксплуатацию более 42 тысяч квадратных метров жилья. Это 879 квартир. Как сообщает пресс-служба главы региона, сейчас ввод в эксплуатацию нового жилья значительно превышает показатели прошлого года. В Тюмени за первые 4 месяца этого года введены в эксплуатацию 597 квартир в микрорайоне Ямальский 1 по программе переселения из районов Крайнего Севера. В Ямальских городах и районах в рамках программ переселения из ветхого и аварийного жилья построено и введено в эксплуатацию 14,5 тысяч квадратных метров жилой площади. Хорошими темпами ведется строительство в Пуровском районе. Досрочно сдано жилье в Ноябрьске и Салихарде. В этом году Фонд жилищного строительства автономного округа планирует ввести в эксплуатацию более 144 тысяч квадратных метров жилья. Что касается Муравленко, наш город в этой части выступает со средними показателями. Очередной массовый этап ввода жилья намечен на июль текущего года. Сегодня депутатский корпус Муравленко собрался на очередное заседание. Повестка дня была довольно обширна, включала 15 вопросов. Перед началом заседания депутатам были представлены новый руководитель отдела МВД по городу Муравленко Нил Викторович Ховесько, который уже приступил к своим обязанностям, а также новый начальник управления администрации города по делам ГОЧС Александр Иванович Березняк. Далее, утвердив повестку, депутаты приступили к рассмотрению вопросов. Первым выступил глава администрации с отчетом за 2012 год о политической, социально-экономической и культурной сферах жизни города. Народные избранники утвердили его положительным решением, как стоит отметить и все остальные вопросы повестки, которые касались принятия к сведению информации о ходе подготовки к организации летней оздоровительной кампании, празднованию 29-летия города Муравленко, утверждение положений о структурных подразделениях администрации и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты. Расширенный материал о ходе 29-го заседания городской думы смотрите в нашем эфире 13 мая. И сегодня же на очередном заседании депутаты единогласно приняли решение об отмене праздничного шествия трудящихся, намеченного на 1 мая. Поводом послужила оперативная сводка окружного отдела ГОЧС об ухудшении погодных условий в регионе. По прогнозам метеослужбы, в среду в Муравленко ожидается понижение температуры воздуха до 7 градусов ниже нуля и сильный северный ветер. Однако решение депутатами принято лишь об отмене первомайской демонстрации. Все остальные праздничные мероприятия в клубе Лира, парке культуры и отдыха состоятся. Конечно же мы очень хорошо понимаем, что жители города готовились. Я знаю, что разные организации, предприятия предприняли очень много усилий для того, чтобы создать такую праздничную атмосферу. Но тем не менее, для всех желающих в парке культурная программа не отменяется. Будет и продажа шашлыков, и концертная программа наших творческих коллективов. Поэтому самых смелых приглашаем в парк, добро пожаловать. И всем, конечно же, жителям города Муравленко, пользуясь случаем, несмотря на такую не совсем весеннюю погоду, хотелось бы пожелать хорошего, замечательного, светлого, солнечного, весеннего настроения в праздник весны труда. Муравленко с очередным рабочим визитом посетила Людмила Иванова. Депутат законодательного собрания Ямала встретилась с работниками поликлиник городской больницы, обсудила вопросы качества предоставляемых медицинских услуг и рассмотрела проблемные точки здравоохранения города в целом. Не ушел от взгляда окружного депутата и вопрос качества продовольственных товаров. Вместе с народными контролерами Людмила Иванова ознакомилась с ассортиментом продукции одного из магазинов. Все подробности у моей коллеги Анны Карамавровой. Вопрос качества и количества звучал везде, где депутат успела побывать в ходе рабочего визита. Во взрослой поликлинике в формате открытого диалога медицинский персонал озвучивал насущные проблемы. Одна из главных – низкая заработная плата. Волновала медперсонал из состояния городской поликлиники. Здание, по мнению сотрудников, давно нуждается в ремонте. В настоящий момент рассматриваются различные возможности поиска необходимых средств, в том числе софинансирование. Еще один проблемный аспект – нехватка квалифицированных узких специалистов, таких как уролог, кардиолог, окулист. Тут вытекает одно из самых главных у нас – это качество предоставляемых медицинских услуг. То есть тут, получается, именно идет такая вот перезагрузка непосредственно пациентами здания. Второе – идет нехватка штатов, потому что некоторые узкие специалисты отсутствуют чисто по природным особенностям. Есть кто в декрете находится, кто выехал в определенное место. Увеличение потока пациентов – само по себе прямое свидетельство необходимости нового поликлинического корпуса. О его создании в последнее время говорится все чаще. Чтобы количество обратившихся в единственную пока взрослую поликлинику не стало причиной снижения качества оказания услуг, врачи предлагают урегулировать графики приема. Может быть, увеличить время, отводимое на каждого пациента. О качестве в этот день говорили не только в поликлинике. Вместе с участниками народного контроля Людмила Иванова решила проверить продукцию одного из торговых предприятий «Муравленко» – магазин «Молодежный». Некоторые салаты до пяти часов всего годные. А вот я, например, не знаю, я вчера там заходила, ну, почти шло, но я тоже вижу, что он уже составит. Ассортимент просто один и тот же. Ассортимент вроде бы тот же, но свежий. Салаты, утверждает зав. отделение магазина, не испорчены. На вопрос, почему тогда на ценниках не указан срок годности, ответить затруднились. Мотивация о том, что это якобы не вложено в компьютерную программу, все это фикция, это обман. Это обман покупателя. Это принародно к вам в карман залезают и ваши деньги берут неизвестно за какой продукт. Может быть, он и качественный, но мы об этом не знаем. Торт тоже оказался без даты. Далее кисломолочные продукты. Йогурт с чудесным названием действительно чудом оказался на прилавке. Со сроком годности как будто все в порядке. Но почему вздута крышка продукта? Логичный вопрос, почему на это не обращает внимание продавцов сами потребители. Мы вашу клинику вполне адекватно воспринимаем. В ближайшее время, я вам обещаю, что в ближайшее время мы уже по самому этому факту, естественно, будет обращение в Роспотребнадзор. Это однозначно. А в дальнейшем возьмем этот магазин, поскольку он находится в центре города, возьмем его под особый контроль. Магазин ранее не был уличен в двойной игре. На продукцию муравленковцы не жаловались. Да, срок годности указан не на всей продукции. Но информация о товаре, говорят работники молодежного, дается каждому покупателю. Каждому, кто обратится. То, что у нас приходит для производства продукция, из которой мы изготавляем, на все есть сертификаты. На каждой упаковке есть, если кому-то очень сильно интересно, мы все это можем всегда предоставить в любой момент. Еще никому мы в этом не отказали. Если что-то бывает не так, что-то там приходит, люди мы меняем, либо возвращаем деньги, на конфликт стараемся не идти. Мне кажется, не в каждом магазине есть такое, что человеку вернут без проблем какой-то товар, либо заменят, либо деньги вернут. Тем не менее, теперь, когда факт нарушения выявлен, директору магазина придется исправить ситуацию. В противном случае деятельность торговой точки может быть приостановлена. А жителям города окружной депутат советует требовательнее относиться к качеству товаров. Продуктов питания и внимательнее к своему здоровью. Анна Карамаврова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. В понедельник около пяти часов вечера на перекрестке улиц Энергетиков и Ямальское произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель ВАЗ-21099, двигаясь по второстепенной дороге в сторону СТО Гаджи, не заметил УАЗ-фермер, который ехал по главной со стороны Соснового бора. От удара 99-ю выбросило в сторону. Водитель от госпитализации отказался, а пассажир, женщина, была доставлена в городскую больницу с серьезными травмами. Как отмечают госавтоинспекторы, оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние алкогольного опьянения зафиксировано не было. Причиной аварии стала невнимательность водителя ВАЗа. 28 апреля жители планеты отметили Всемирный день охраны труда. Его история начинается с 1989 года, когда профсоюзами была проведена акция памяти погибших работников в США и Канаде в память о тех, кто пострадал на рабочем месте. С 2003 года этот день действительно стал международным. В этот день в нашей стране проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Муравленко тоже не остается в стороне. Накануне в городе состоялась конференция «Охрана труда и трудовые отношения». Тему продолжит Татьяна Бойко. Это первая городская конференция такого масштаба. В ней приняли участие не только руководители организации, специалисты по охране труда Муравленко. Поделиться положительным опытом, а также обсудить проблемные вопросы охраны труда приехали и представители из Ноябрьска. Приняла участие в конференции депутат Законодательного собрания Ямала Людмила Иванова. Проблема безопасности труда во всем мире стоит довольно острая. Наша страна не исключение. Ежегодно в России на производстве в результате несчастных случаев гибнет около 3000 человек. По данным Емалстата, в прошлом году в округе в результате несчастных случаев на работе пострадали 342 человека. 18 ямальцев погибли. Не случайно этот вопрос на особом контроле властей. На Ямале создаются территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работает в межведомственной комиссии. Особая роль отводится профсоюзам. К сожалению, в моем любимом городе Муравленко, Крадиционный союз по профсоюзам фактически не функционирует. Это больная тема. Я думаю, что мы возьмем это на вопрос. И поэтому наша городская конференция, мы не только пришли сюда ради галочки, а мы должны были бы и точки определить. И думаю, что при помощи вашего главы, который очень активный человек, который очень позитивно относится к тем проблемам, которые беспокоят именно его жителя, думаю, на этом нужно сделать определенные акценты. Особое внимание участники конференции уделили теме социального партнерства в решении вопросов охраны труда и аттестации рабочих мест. Учитывая, что аттестация рабочих мест осуществляется один раз в пять лет, вот мы видим динамику по годам. Мы видим, что в 2012 году 629 рабочих мест в пяти организация города была аттестована. Участники конференции затронули тему профессиональной подготовки специалистов по охране труда. В прошлом году в Муравленко прошли обучение почти 300 человек, в том числе около 100 руководителей. Говорили и об особенностях туда подростков, которые в летний период работают в трудовых бригадах. Прозвучал и обзор последних изменений в законодательстве в области охраны труда. Работодатель не сможет ознакомить работника с условиями труда, если у него отсутствует аттестация рабочих мест. Таким образом, на работодателя могут быть наложены сразу два штрафа, вставляющие в общей сумме почти один миллион рублей. Таким образом, процедура аттестации рабочих мест, которая раньше была формальностью, в свете уже примятых и готовящихся законодательных новаций, и обретает очень серьезное значение. Озвучили в ходе конференции одну из острых проблем – дефицита в округе государственных инспекций по расследованию несчастных случаев на производстве. На Ямале их всего две. Людмила Иванова отметила, этот вопрос уже решается на уровне власти региона. По итогам встречи участниками конференции будет принята резолюция, которую обсудят в трудовых коллективах. Татьяна Бойко, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одной из самых героических и жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарной охраны. Ежедневно, в любое время и при любой погоде пожарные готовы прийти на помощь не только погорельцам. Наводнение, землетрясение или техногенная авария – их призвание – спасать людей. Сюжет Дениса Максимчука. Уже 364 года в России отмечается День пожарной охраны. За эти годы менялись структура, люди, задачи, но цель по-прежнему неизменна – спасать людей и их имущество. Ежегодно в профессиональный праздник огнеборцев в России проводится множество торжественных мероприятий. Это и концерты, и митинги, и чествование особо отличившихся сотрудников. Новшеством этого года стал Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и у нас в городе, прошли такого рода мероприятия, во всех школах организованы специальные уроки с просмотрами обучающих фильмов. Начались мероприятия с радиолинейки одновременно во всех школах. Один из самых необычных и познавательных уроков в школьной программе начался с лекции в актовом зале 7-го отряда противопожарной службы. Сотрудники отдела пропаганды рассказали шестиклассникам о целях и задачах пожарной охраны. С трудовыми буднями ребята ознакомились во время экскурсии в шестую пожарную часть. Пожарные не только продемонстрировали для ребят свои спортивные навыки, служебную технику и оборудование, но и позволили всем желающим примерить дыхательный аппарат. Такому уроку рад каждый ребенок. Не сидеть в классе и слушать лекцию преподавателя, а на полчаса попасть в действующую пожарную часть и почувствовать всю важность и сложность работы огнеборца. Теория в совокупности с практикой в итоге дадут именно тот запас знаний и основ безопасности решения деятельности, который им и хотели донести организаторы открытого урока. Он мне понравился и то, что я узнала от него нового, то, что тут какие машины, как проходит одевание в их форму. Проведение открытого урока в день празднования очередной годовщины образования пожарной охраны – непростое совпадение. Кто еще, кроме профессиональных спасателей, может наиболее доходчиво рассказать школьникам об основах безопасности жизнедеятельности и на своем примере показать значимость работы пожарного? Пожарная охрана стелена своими традициями. И одной из традиций является празднование именно Дня пожарной охраны. Как вы видели, в этом году он совместился с уроком ОБЖ, поэтому было очень много детей. Я думаю, это нормально, потому что они посмотрели нашу работу изнутри, что она себя представляет. Посмотрели, как мы относимся к памяти своих погибших товарищей. А что касается меня лично, конечно, это праздник. И пользуюсь случаем хочу поздравить своих коллег, работников, сотрудников, всех с праздником, пожелать счастья, здоровья, успехов, карьерного роста и прежде всего мира. Девиз пожарных царской России гласил – Богу слава, царю хвала, ближнему защита. И по истечении более чем 350 лет фраза «ближнему защита» осталась главным принципом пожарной охраны. Огнеборцы делают все, чтобы спасти попавших в беду, порой ценой собственной жизни. А для того, чтобы беда приходила как можно реже, каждый должен знать и чтить основы безопасности жизнедеятельности. Денис Максимчук, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Выпуск новостей продолжит традиционный обзор прессы по материалам городской общественно-политической газеты «Наш город». Во время встреч представителей городской власти с жителями прозвучало множество вопросов, касающихся местного здравоохранения. Главный врач Муравленковской городской больницы Олег Казаков на страницах газеты отвечает на наиболее часто встречающиеся вопросы. Необходимость введения обязательной школьной формы обсуждается на всех общественных уровнях. В нашем городе форма будет введена с 1 сентября, как и по всей России. Подробности и мнения горожан по этому вопросу в материале Жанны Бадашко. На вооружении у дизайнеров много материалов, при помощи которых можно сделать эксклюзивным любой интерьер. Один из них – декоративный камень. О том, как эффективно его применить, рассказывает Людмила Матюшкина в рубрике «Школа дизайна». Это были лишь выдержки издания. Все подробности на страницах газеты номер 18 от 2 мая. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города – муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Керамия – бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленко, Ханымей и Венгапуровского.